Да, твичкон, он прям сочится во все щели твиттера. Опа, все, игра. Шуб против Дага Кит в бане уже привычно. Роги для этого чемпионата. Что? Так, 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 спокойно, Михаил. Так, стоп, алло. Нет, подождите, нет. Стоп, 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 ну нет. Ну нет, нет, стоп, ну не может этого быть. Ну нет, Миша, нет, это шутка. Показывай Мишу, Миша, ну, Денис, не бойся. Ну уже поздно, ладно. Просто лицо шуба. Я, пожалуй, уйду в гугл. Хорошо-то как. Серьезно? Я даже загуглю. Ребята, это шок-контент. Серьезно? Мы посмотрим. Сколько этому парню лет? А можем, Денис, если есть такая возможность показать нам все-таки это интервью, было бы классно со звуком, да? Просто потрясающе узнать об этом парне больше. МТГ, кит, хардстоун. Да. И что пишут, Миша? Не держи. Так, хорошо. МТГ, кит. Ну, игра 6+, что тебя не устраивает? Я не понял. Не, это серьезно? Что вызвало такое количество эмоций, Миша? Нам, кстати, пропустили пары Джасаян Рости и Феном Хотмяут. Вот это грустно. Ну, окей. Шаман от МТГ Кида. У нас абсолютно дефолтная сборка. Одни дренеи каторжники. Все остальное по классике. От Шупа Жрец. Это Розакус. Жрец, как вы уже успели заметить. Есть Вилен. Взрыв разума. Сейчас мы посмотрим, играется или нет. Взрыв разума. Да, играется Взрыв разума. Хорошо. МТГ Кид Бойс. Александр. Способность героя от МТГ Кида призывает. Я не могу это серьезно комментировать, но правда он играет. И серьезно, это не шутка, это никто-то играет вместо него. Есть еще один момент такой. Если у него никнейм МТГ Кид, что мне подсказывает, что Хардстоун это не первая его карточная игра. Это во-первых, а во-вторых, уже один парниша на Дримхаке доходил до статистики в 5-2, и тогда он закончил швейцарку что-то из категории 5-3, да, он проиграл этот раунд. Слушай, серьезно происходит? Ну, то есть это не шутка от организаторов. Этому на львит 12. Ну, я думаю, что это не шутка. А с чего бы это была бы шутка? Михаил, что не так? Ущемлено твое чувство собственного достоинства, или что? Так, это вообще ни при чем. Не, ну, я просто изначально подумал, что это рафл от организаторов. Ну, окей. Что-то нет. Ну, давай посмотрим. Микро-кибер-атлетик. Ну, да. Третий ход. Есть возможность поставить служителя боли, есть возможность сыграть через пироманта и сайренс. Все-таки выбираем служителя боли. Уже есть раза и уже есть дека. В стартовой руке также казакус. Рука очень-очень бодрая для шупа, для чемпиона Dreamhack Остин. Ход под номером 4 и мы можем выставлять нечто из глубин. Есть доппельгангст революция на шестой ход, это очень жестко. Также мы прямо сейчас можем сыграть способность героя плюс когти для того, чтобы получить перегрузку прямо сейчас и уже на следующий выставить нечто из глубин. Чем этот ход? Плох. Тем, что мы даем Акалиту дробовать две карты. Поэтому это нечто. Да, поэтому выбираем нечто из глубин и подчислим лицо. Ну, а тут пиромант. Ой, как хорошо-то. Пам-пам-пам, пиромант. 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 Но пиромант мне нравится определенно больше всего. Возможно, даже плетка сейчас. Либо сыграть через пиромант и плеть. Играть через казакса. Очень любопытно было бы посмотреть, что это за парниша. Ребята, если у вас есть какая-то инфа, да, было бы классно. Я попробую загуглить. 12 ему. Кстати, информирует нас к Сиксу, держит в курсе. И надеется на то, что он проиграет эту игру. Любопытно. МТГ Кит. У меня как-то даже слова особо нет на самом-то деле. Да, речи потерялся, да? Есть такое. Вот. Ну, ладно, друзья. Об этом потом. Интервью мы обязательно также вам включим после. Но поначалу давайте давайте смотреть, что тут такого хорошего. Попробуем проанализировать, Михаил. Легко. Легко. Шаман против Преста. Привычный матчап. Можно смотрелись такие матчапы на летнем чемпионате. И шаманам удавалось выиграть, если он вытягивал. Невероятное количество ресурсов у своего оппонента. По-другому, конечно, шаману не выиграть. Так как у шрецов современных большое количество зачисток. Идет лицо. Никаких трейдов, никаких разменов. Добираем карты. Есть уже дупльган стереоэволюции, который выйдет на следующий. Тем временем МТГ Кит очень плотно записывает все, что происходит на этой игровой доске. Все, что там появляется и пропадает. И определенно на шестой ход у МТГ Кита будет вменяемое продолжение. Машет из стороны в сторону головой. Молодое дарование и недоволен он чем-то. Чем будет продолжать шуб? Все-таки это пираманты плетка. Судя по всему. Нет. Сначала это будет зелье. А потом мы просто сожжем весь этот стол высшим к... Останется только высшенная земля к гусям. Подальше. не хочет отдавать плетку жадничает шуб. Ну и распределяет ресурсы. Далее боится, что просто не хватит против шамана. И мне в твиттер написал Моноко. Я буду комментировать вэск с моим другом Лебед 93 написал Моноко. И это его аккаунт серьезно. Я даже репостнул к себе. Следующее сообщение должно быть. Я приеду к тебе в гости, дорогой друг. Уже собрал вещи и въехал. Отлично. Жду с ужасом. Лично пообщаешься с Моноко. Потом будешь рассказывать, как успешно пожил в арене. Будет интервью. Будет интервью с МТК Кидом. Вот это точно интересно послушать. О, смотри. Как тебе нерубский мастер сети? Нерубский мастер сети это очень сильно, потому что это закрывает сейчас зачистки в виде зелия драконьего огня. Ну тут зелия драконьего огня это пока и не нужно, таковерно говоря. Можно и так почистить. Ну такое ты с Блодластом можешь отъехать. Можешь. Просто так ты минимум одно существо убираешь, плюс добавляешь сам еще что-то. От двух существ и не погибаешь никак. Неприятно будет получить Декатралом, но и смотреть как будет выпутываться из этой ситуации шуб. Тика из города, лебедь. Да, уже убегаю. А тут мало играет лучше вас всех. Возможно. Не исключено. Так. Какой ход есть? Можно сыграть через разу, можно все-таки сыграть через два удара и этот хил и блять за четыре. Четко добираем карты, но не познал это лишь. Не, забираем два существа со стола, добираем еще две карты из Акалита. Это сильный ход. Ну и если наш противник так хочет, то пусть зажигает нам одну карту. Правильно у нас девятка. Не руб. Не руб. Не руб. Мы уже получили тем более все, что хотели. У нас есть и андуин раза. И все идет под диктовку жреца. Две оставшиеся колоды МТГ Кида это Джей Друид и Казакус Жрец. То есть такой вот стандартный себе лайнап. Выбрал он не Зушку только, а Токен Шамана. Тем временем Моноко мне пишет привет, друг. Я надеюсь когда-нибудь встретиться с тобой и научить тебе играть. Наконец-то! Хоть кто-то! Спасибо! Спасибо, Моноко! Я уже вижу преподавателя просто на курсах Старладера по математике. Да, только вместо указки у него мачете. Даркиден и Моноко будут преподавать, друзья. Станут великими. Ну что, играем Декатрала. Что к этому будем добавлять? Ай, я черная лапа. Не играем Декатрала. И пират и кровавого корсара. Такс. Зелия драконьего огня по-прежнему выглядит как возможная зачистка. А можно через ход уже это реализовать и сейчас попробовать сыграть разу успеть. Сколько интересного лет? 12, друзья. Жейд будет 2-2. Перешивай с отношением лебедя Моноко больше, чем за свои. Не знаю, мне нравится больше сидеть в драконе огня. Прямо сейчас. Ты можешь, конечно, попробовать перехватить стол, сыграть через монету еще и весник. Как бы так. будет действовать. Шуб, остается Джейд 2-2 и должен быть пропуск от МТГ Кида Шамана. Слушай, давай я все-таки еще попробую зайти на гусу геймерс. Посмотрю, что там нам пишут хорошего. Ну, Александр пишет, что МТГ Кид профессиональный игрок в МТГ и в Хардстоун. Ранкингс. Что по винрейтам пишет нам там Александр? Есть какая-то инфа? На гусу геймерс его нет, например. Ну, Думсер забирает полностью весь стол, и я думаю, что можно играть. Хотя вот теперь появился аналог для Раза в виде гоблина инженера новичка. Мне не нравится гоблин. Смысл? У тебя и так все есть зачем? Я думаю, Раза будем играть. Раза инженер новичок хил? Да, да, да. Я думаю, что с инженера новичка мы начнем. Ну, понятное дело, что вначале инженер. Нет смысла играть гоблина, потому гоблин отъезжает от молнии. Так, зелье с топ даком и хил за ноль. Набилка теперь бесплатная. Ну, что, второй дупли молния. Способность. Нужна ли тебе способность? Это будет шесть. Ну, два хода, да. То есть сейчас мы опять выставляемся. Играем через ага. И дыка. И посмотрим, что мы получим сейчас. Один седьмой. Ну, в смысле нет, один восьмой дроп. Это аномалус. Пятый в виде песни крада кабала и троечка алой крестоноси. Если я не ошибаюсь, зовут эту карту. Когда-то она играла давным-давно в золоках. Ну, и аномалус это конечное для шамана. Да. Раза бьет по лицу, мы хилим свое лицо, играем дк и пингуем в 3-1. и шаман этот никак не вернется в игру. Это партия. Как-то аж грустно стало, Михаил. Ну, все. Ну, и как, 24 единицы здоровья снесет жрец за два хода. Ну, будем пытаться хоть как-то призвать стол. То есть, я думаю, что это будет портал нефритовой молнии в лицо и трансформация. Дракондор. Дракондор очень хорош под Bloodlast, но это бесполезно. Карту у тебя заберут. Будем эволюционировать. Вопрос кого? Джейда. Джейда, все-таки. Конюк голодный, одна из самых слабых пятерок. Потрясающе. Зато получим карту. Ах, нет, подождите, конюк же умрет первым. Ну, играет до конца в том-то гакит. Просто до последнего. Летал у нас тут никоим образом не найдется для шупа. Вилена. Да, божественной кары тоже нет. Ну, будем перебирать просто колоду. Загублен аукциониста и все. А тут уже, конечно, пошло избиение шамана. Ну, шаман сам этого хочет. Раз уж на то пошло. Ну, не консидай, да, отыгрывай до конца. Хотя уже все понятно. А вот он, сияющий олем опоздал на одну карту. Потому что сияющим олемом и гоблином можно было бы наколдовать. Летал. Клирик. Дважды пробиваем по лицу. И способность героя в Дракондора. Это ГГ. Первая игра уходит в шопу. У МТГ Кида выбывает шаман. Напомню, что формат проведения Ласхера станет, которая проиграла, улетает. Добрый вечер. Да, это профессиональный игрок, ему 12. Да, в чате реальный моноко. Да. Да, это Starladder. Да, и это происходит в 3.23 ночи. В чате реальный моноко. Почему модерку мы еще не дали, я не понимаю. Я, кстати, тоже не знаю, почему они до сих пор не дали модерку моноко. Александр тут просто жжет. Ладно. И сейчас должны появиться в чате еще и родители, бьющиеся за права ребенка. Из специального, я не знаю, общества защиты детей. Ратующие за то, что взрослый дядька избивает ребенка и не дает ему выиграть. На самом деле, я думаю, что сейчас очень тяжело играть шубу. Ну вот, если серьезно. Взрослый мужик, который уже выигрывал DreamHack. Что я сделал в своей жизни. Понимаешь, если МТГ-кит проиграет, никто ему кривого слова не скажет. А вот если проиграет шуб, это будет веселье. Они будут его целый год троллить просто так. И шуб это не какой-то ноунейм, это человек, который выиграл DreamHack. Это один из топовых американских игроков. Серьезно, если он проиграет МТГ-киду, его смешают. Ксикса написал как только стартовал мероприятие, Ксикса написал в своем твиттере 12 лет. Между прочим. 12 лет. Так что шубу страшно должно быть. Ох, Моноко. А Моноко в шлеме, кстати, туда на фотографии. Да, Моноко в шлеме, друзья, и это... И он водит мотоцикл. Хм... Неплохо. Неплохо, но Вундеркинг. Новое поколение. Ну, это вполне нормально на самом деле. То есть, я вот так вот, если откровенно, не вижу в этом никакой проблемы, честно. Ну, если серьезно, то я вот знаю, что в шахматах есть люди такого же возраста, которые играют на, на самом деле, топовом уровне. Точно знаю историю про 14-летнего подростка, который выиграл чемпионат Украины среди всех шахматистов. Там 14-м было или 15-м? Да и даже моложе есть. Это зависит во многом от воспитания того же, от того, как ты направишь правильно энергию. Так что, ну, тут отдельное восхищение родителями МТК Кида, а ШУП, в свою очередь, ДК раза, вторая игра подряд, стартовая руке, привет, как дела? В шахматах полно, ну, вот, я просто знаю точно один пример, как бы, я даже вживую знаю этого молодого человека. Примеры шахмата пошли. Думаю, что если погуглить, то можно найти и младше. Талнос появляется на столе, четвертый ход для МТК Кида, это, вероятнее всего, будет дух. Нет, будем, а, есть разгон, есть майоркипер, я как-то проглядел эту карту. Ну, и для ШУПа не хватает, вот, для полного счастья, еще сеющего элементаля и взрыва разума. Вот, если эти две карты еще придут до какого-то там условного десятого хода, тогда это, ну, это и так уже голдфиш, будем откровенно, там, платинум 3000XXXX фиш будет тогда. Забираем еще одну картонку, что это будет, это темное видение. Зачем они нам нужны? Что мы хотим найти такого? Перед шестым мы хотим найти немату, например. Но заберем зелье драконьего огня или... Что по призовому? 25, как обычно, на DreamHack. Да, ничего, там 7,5 за первое. Ну, 25, да, 25 общий призовой. Или возьмем... Кстати, выбор интересный. Зелье на зачистку на выживание или Mind Blast. Он же взрыв разума. Я за Dragonfire Potion. У тебя уже все, что нужно, есть, поэтому добор не так уж и нужен на самом-то деле. А вот зелье драконьего огня, которое позволит тебе лишний раз придержать коней Джейдрулю, по-моему, хорошее решение. Вообще, забирает третий вариант и отдает даже вспышку сейчас болотного. Что мы хотим сыграть такого на пятый раз? Он все-таки забирает, добор. Хотя, я, честно говоря, с этим выбором не совсем согласен. У тебя есть все необходимые три легендарные карты и Велен у тебя есть, и ДК, и Раза. Намекает на то, что... Тебе нравится этот выбор? Нет. Намекает, ну, просто это выбор шупа, да, и о чем он думает? Он думает о том, что будет разгон какой-то на следующий. Он не верит в какую-то из шестерок. И он, судя по всему, хочет, возможно, сразу разу пробафать. Но я думаю, знаешь, под что это делается под Гоблином? Чтобы потом под Гоблином перебрать нереальное количество карт, да, и он просто не верит в то, что его оппонент сумеет так проспамить стол, что ему понадобится это зелье драконьего огня. Ну, кстати, да, это хорошее. Ну, это, по-моему, единственное какое-то логичное объяснение, знаешь, которым можно оправдать выбор шупа. Хотя, лично мне, опять же, повторю, мне не нравится. Ну, шуп выбрал сам путь давления. То есть, у него есть все существа, которыми он сам будет стараться давить. Угу. Финдрала ли не шлем? Так. Финдрала ли не шлем? С чем? С гневом? Плохо. Я за то, чтобы, пожалуй, даже играть Малфуриона, наверное. Просто Финдрала хочется сыграть, ну, понятное дело, с даром природы. Как-то подождать, возможно, немного. Ну, вот Малфурион или Финдрала. Нет, все-таки Финдрала играет. МТГ Кид. Посмотрим, будет ли этот выбор оправдан. Зависит от того, что придет. Ну, чем мне этот ход не особо нравился, ты не реализуешь, что играет на ламаны без топ-дека. Да, и топ-дек не приходит. Но, таким образом, ты забираешь разу. И Финдрал остается на игровой доске. Перед десяткой и Финдрал тебя не очень смущает, откровенно говоря. Вообще не смущает. Абсолютно. И с Финдралом нечем разбираться. Ну, Сайленс, понятное дело, что это хоть какой-то выбор, но это выбор слабый. Ну, Сайленс, я думаю, пойдет на Айю. Ну, я думаю, что в этой ситуации мы все-таки отдадим. Я не думаю. Ну, а что может пойти не так? Нуриш. Нуриш был сыгран только что. Ну, еще один Нуриш. Ну, Ну, я не верю, ну, не знаю, отдавать не Мату, на Финдрала. Рата ресурсов, по-моему. Я бы отдал. С учетом той политики, которую мы ввели ранее. Ну, вот задумался Шуб. Что же делать, как же быть? Возможно, даже задумался он больше над тем, использовать ли сейчас ПВШ. Он же слово силы щит. Это способность героя на Хилл. Да, я согласен. Тут с тобой Мшубы не играет Сайленс. Уже вышло слишком много карт. Ну, десятка просто. Впереди ход под номером 10. И если у тебя у оппонента есть десятка, он будет эту десятку играть. Да, загорит одна карта. Да, это плохо. Но из-за того, что мы видим, все не так классно для Дагокита. Набираем карту дальше. И я думаю, что пойдет просто... Неклассно, все плохо. Проспал двумя нефритовыми ребятами. Или можно сыграть всегда еще и Мафариону Пагубного. Заполонить этот стол всякой ерундой. Но надо... Четыре существа. Но одно слово тьмы ужаса это наказывать. С другой стороны, тебе чем быстрее выйти в армор, тем лучше. Знаешь, я вот уверен, если бы была десятка, то сейчас пошли бы два нефритовых брата Акробата, а после мы бы сыграли уже десятку сверху. Ну, это понятно, но так ты задержишься битов в деке. Да. Есть вариант, начинается... Десятки нет. Катер Мор пораньше. МТГ Кейт играет через Мафариону Пагубного. 37 дней здоровья, куча мелочи, пауканы на столе. Слово тьмы ужас для Шупа. Слово тьмы ужас, только вот добавить к нему нечего, это мне не нравится. Слушай, а если Плагу сыграть? Просто придержать стол оппонента. Вновь. Ну, вот согласен с тобой Шуп, да. Хорошее решение. То есть, да, понятное дело... Ты про спама таким образом защищаешься. Да, два ядовитых у нас ринка легко разберут с провокациями, но почему бы и нет? Учитывая, что у нас в руках плеть, мы можем этот стол сдержать именно плеткой, оставить еще слово тьмы ужас. Где-то у нас еще валяется гномозелье, которое с ним классно сработает. Эту гномозелье можем достать через Гоблина. Да, мне, пожалуй, этот ход тоже нравится. Стороны Шупа. Ему нужно сейчас просто придержать максимум ресурсов, чтобы потом разнести лицо от ДК, потому что лицо будет плотное. Там будет порядка 43-46, наверное, единиц здоровья. МТГ Кида. Самое главное вот в рамках вот этой происходящей истории это то, что огромное количество существ с большим здоровьем и малой атакой. И МТГ Киду сейчас со своим столом придется как-то разбираться для того, чтобы вставлять джейдов. Вопрос как? От джейдов ты проспамить просто не можешь. Как? Есть дракон. Есть дракон. Да, это будет дырком. Да, похоже на то. Действительно будет убивать свой стол для того, чтобы дальнейшие джейды могли выйти. Абсолютно правильное действие от МТГ Кида. Ну, как бы, шутки шутками, но он молодец. Ну, вот серьезно. Я вначале там посмеялся, и я думал, что вообще это шутка от организаторов, но нет. Был неправ, и МТГ Кит молодец, но он, правда, классно отыгрывает. Это не какие-то, ну, то есть, знаешь, там рандомное пуляние картонок. Я, конечно, не хочу никого обидеть, но на ВЭЗГе у нас далеко не все так играют. Это вот там пример чемпионата, который мы комментируем параллельно. Ну, и тенденция развивается таким образом, что МТГ Кит. На секундочку, с какой статой он прошелся? Это я хочу быстренько заглянуть. А вот посмотри, интересно. Ну, то есть, если он прошел швейцарку на 200 человек, это уже круто. Какое место, во-первых? Да, понятно, что кто-то там будет рассказывать, что там лишний раз доказывает рандомность Хардстоуна и все такое, но... 15 место. Увидев его игру, два поражения. Увидев его игру, причем игру без ошибок и игру четкую, абсолютно, с этим не соглашусь. И 23 победы, 11 поражений, да? Его гейм-рекорд. Хороший статэп. Любопытно, кому он проиграл. А, кстати, там должно быть... Подожди, подожди, подожди. И поехали джейды. Да, время джейдов, 2-2. 3-3 появится. Но мы можем полностью стол задавить, у нас 5 существ и еще 2. Только добора нет. Ну, порядное дело, что есть буйный рост, но это слабый добор. Имею в виду, нужна десяточка, безусловно, тотальное заражение. Это то, чего ждет сейчас у нас МТГ-кид. И проиграл он... Так, а нет, стоп, это не то. Что ж такое-то? Пока игренность воюет с сайтом. Ход шупа. Обилка за 0 плюс слово тьмы ужас. Я думаю, что МТГ-кид... Кант Ваффлс, который также в топ-16 пошел. Ну, что, что им помогает? Десятка, прямо следующей карты. Если нет, то шуп вновь, сдав себе разу и ДК, унесет МТГ-кида. Там армора просто нет физически, да? И вот самое тяжелое, это когда тебе выносят друля, и ты должен выигрывать три игры не на Джей Друиде, потому что Джей Друид, безусловно, сейчас король мета, и это та колода, которая может обыграть все, что угодно. Мы видели в первой игре сегодняшнего дня, ой, не в первой, а в второй, где Мази чуть не проиграл Джей Друиду. Зулоком, лоды, которые должны его убивать, ломать и не оставлять никаких шансов. Джей Друид сейчас просто нереально крут. Уже очень и очень долгое время. Но сборки разные при этом. Ну, сборки разные, конечно, конечно. Большое количество сборок, они как-то было раньше, там, одна сборка на все колоды и поехали. Ну, согласись, то есть в сборках там 25 карт одинаковые, ну, примерно. Отличается, там, вариативных где-то 5-7, ой, боже, 5-7, где-то 3-5 карт. Ну, видим, что опять это не десятка, даже вот сейчас ее получить было бы неплохо, сжигать оппоненту еще минимум одну карту по смыслам, наверное, нет никакого. Я думаю, что Сайленс нужно играть. Думаешь, это кинематум? А просто, а что еще ты сыграешь? Вот, знаешь, от обратного. Ну, это хотя бы существо 4-3, но назови мне цель, на которую ты больше хочешь сыграть Сайленс. Да их нет просто. Если какое-то существо появится, он тебя сразу унесет с этой игровой доски. поэтому я думаю, что это даже пойдет в темп. Прямо сейчас. И вот мне интересно, чтобы выбирать именно какие-то атака или армор. Верит еще в то, что может пересидеть жреца. Тут атаку забрали. Не знаю, стоило ли убивать вообще служителей боли, скажи. Ну, почему нет? Ну, почему, да. Зачем нам убивать служителей боли, если можно стакнуть еще 3 армора? Ну, решил убрать лишнюю ининичку урона с стола. Я думаю, тут уже... Я тоже думаю, что тут уже все. Временная беда уже. Я думаю, что долго-долго все-таки воюют сегодня. Что, что он? Дагокит? Так, добираем еще 2 карты. 4-6 гоблин. Еще один пинг в лицо. Намазелье, Сияющая Лем очень хорош под Веленом. Нужно найти Мейнт Бласт, который у нас в колоде имеется. Ну, или прямо сейчас отдавать Сияющего Лема и все отдавать под раскрутку гоблинов. Нет, там не хватает урона. 2, Велен 6, Монета 10, Сияющий Лем 14, 1 спелл 18. Да, это все, что ты можешь позволить себе. Ну, хотя нет, ты еще даже можешь пиромантов впихнуть. 22 ты можешь нанести, потому что хил будет за 1. Зелье Безумия. Ты не сыграешь потом под Веленом. Тебе ни на что его будет играть. Ну, если там какая-нибудь плага не выйдет, разве что. Она же ползучая чума. Хочет забрать просто сейчас и жизнь усложнить еще больше. Зелье Драконьего Огня. Успел удариться? Не успел. А, нет, успел, успел. Ну, и в аккурат 9 карт. Даже какие-то 8, 8 карт. И это опять не десятка. Ну, не везет вот МТГ Киду. Не поспоришь. Не нашел десятку. Мало того, что ты джейдов не раскачал, так еще и карт не добрал. И это ужас. Это, наоборот, не 12-летний парень, который прошел на лаке, а это парень в 12 лет, которому сейчас не везет. Который просто запотел нереально с 172. Да, не встречались ему какие-то жесткие мастодонты. Я посмотрел каждого из соперников на протяжении 9 раундов. И там не было имен. Но при всем при этом это швейцарская система на 9 кругов, друзья. 7-2 стата. И гейм-рекорд один из лучших. Это второй показатель по выигранным и проигранным партиям. Меня вообще удивляет, знаешь, то есть там как он считает и так далее. Ну, мы уже приводили примеры с шахматами. Ну, и понятно, что это возможно. Меня удивляет, как он психологически это выдержал. Швейцарку в 9 раундов не выдерживают многие профессиональные игроки. Вспоминаются там уже истории, которые любит Александр рассказывать про Мази, который засыпал на весеннем чемпионате. Истории, которые я люблю рассказывать про европейский чемпионат и про то, как многие самые-самые топовые игроки начинают ошибаться просто потому, что уже нет сил. Начиная в 6 раунде. А тут 9 раундов швейцарки. Ну, и выигрывает. Шуб находит там все, что нужно и летал там. Не сейчас на следующий ход, через ход у жреца. нельзя давать столько времени просто. Колоде, которая может за УТК шить тебя там за 40 урона или больше. Розакус Прист при всей своей мощи это все-таки колода, которая очень зависит от захода конкретно двух карт. Это Раза и ДК. Если ты их находишь быстро, как отделать шуб на мулигане, то все, до свидания. Если они у тебя валяются где-то в конце колода, мы видели там игры, не знаю, можно вспомнить с того же летнего чемпионата, где у нас там ДК Разы и Казакусы лежали в последних 7-8 картах в колоде, ну тогда, да, тогда шансов на победу у тебя почти нет. Так, ну что, последний шанс для Тегакида. Ну и остается у него Розакус Прист. А с помощью Казакус жреца для обоих старт не очень, но и оставлять совершенно правильно все делает, оставляет Сверхкорень на старте, дабы им получить и Казакус, вернее, и Леразу, или Андуина Темного. Да, в зеркалах мы уже давно выяснили, американские игроки, как раз в виде Амнизяка, Перпла и Чаки, но и там Моранш к ним присоединялся и видел с этой же мыслью, по-моему, Паша соглашался, что Сверхкорень нужно оставлять в зеркалах. Много там было обсуждения, если кому интересно, в Тегаке... А весь сброс скидывать, то есть весь добор, в смысле, весь сброс скидывать, весь добор скидывать, чтобы увеличить шансы на приход именно ДК и Розы, но это касается, друзья, только зеркальных противостояний жрецов. Смотри-ка, Гоблин-аукционист, также МТГ Кида. Сборка нашла себя. Да, вот этот прист Перпла, он очень всем заехал, но, что примечательно, Лира начинает покидать колоды. Ну, да, Лира. Лира на Гоблина, да. Лира на Гоблина. То есть не Лира и Гоблин, а это именно взаимозаменяемые карты. это очевидные вещи, когда тебе не нужны определенные карты, то есть, вернее, не определенные, которые приходят тебе из Лиры. Тебе нужны просто додровы свою колоду до нуля. Сверкорень. Чудной. Тащит. Сияющий рем. Тоже неплохо. Ну, такое. И вот, кстати, хочу вспомнить еще такую карту, как Holy Fire. Огонь, который игрался довольно часто в ладере, еще буквально там недели две назад, и также в последнее время он покинул колоды. Ну, на самом деле, я уверен, это метовое решение, которое будет приходить, выходить и просто возвращаться какими-то игроками. Прежнему есть отсутствие священного огня с Гоблином, также отсутствие ну и присутствие вместе с Гоблином. То есть сборки разнятся. Каждый для себя выбирает что-то свое. Почему шоп снова на пристем? Дорогой друг, это DreamHack. А DreamHack, как известно, проходит по формату Last Hero Standing на русском языке Царь Горы. Колода, которая выиграла, остается. Колода, которая проиграла, выбывает. В отличие от формата Blizzard, который называется Conquest, где все задом наперед, колода, которая выигрывает, уходит, колода, которая проигрывает, остается. Так, сын с батей играет, и я решили стримить. Все верно. Ну, шутки шутками, но на самом деле МТГ Кит вызывает уважение и даже в какой-то мере восхищение. Связывающее исцеление. Будем забирать мы Казакуса. Или не будем забирать Казакуса. Да, вырубаем Казакуса, хилим свое лицо. Минус одна единица здоровья на двоих. Зелье не самое сильное забрал шуб, но почему его прямо сейчас не сыграть? Иного вариантов нет. Ну, добор самое главное, да? У тебя есть добор, это то, что нужно. Ну, как не самые сильные, знаешь, за пять кристаллов это очень хорошее зелье. За пять кристаллов ты добираешь карты, и демон, с которыми придется разбираться как-то А я почему-то не увидел, что там добор двух карт. Мне показалось, что он знает, что он забрал демона и плюс хп. Я поэтому и подумал, что они самые сильные зелья, но раз добор двух карт, то да, это, пожалуй, лучшее зелье, которое может быть в зеркале. Забирай свои слова обратно. Кто у нас выйдет сейчас со стороны МТГ Кида? Безусловно, хотелось бы видеть разу, да нет этого плененного паренька. Будем играть через пироманта и выжигать стол. Очень круто зайдет гоблин, монета, сияющая лем, но это все аж седьмой ход. Два хода ты можешь просто не прожить. Зелье драконьего огня через ход. Ну, в смысле, на следующий, потому что сейчас монету отдавать опять-таки не хочется. Какую карту ты хочешь выкинуть? Я думаю, что мы просто расстанемся с словом тьмы ужас, например, и пробьем лицо. А я думаю, что мы выкинем пироманта и похилим лицо. Вот такой ход вообще. Думаешь, пироманта выкинуть? Играем дальше. Да. Ну, то есть вопрос в том, от какой карты хотелось бы избавляться, потому как это все части каких-то микрокомбо, и на следующий все равно пойдет Деле драконьего. Все это бесполезно, если ты не находишь сразу ДК. Ну, вот такой класс, такая колода. Соответственно, тебе нужно играть на гоблина плюс сияющего лема. Все, находишь, молодец. Не находишь, до свидания. А вот и ДК для первого из игроков, именно для Шупа, чемпиона DreamHack Остин этого же года. Нужно что-то выкинуть, и похоже, что это будет ЦОХ. После двух предварительных разменов. Нет, нет, стоп, ЦОХ, просто так мы не будем выкидывать. Ну, тебе нужно одну карту выкинуть в любом случае. Вот тебе связующее исцеление, пожалуйста. Да, связующее исцеление тоже подходит. в зеркальном противостоянии. Даже вспышка не так важна, как ЦОХ, на мой взгляд. Даже вот так и пробиваем на 8 в лицо. Шуп решил сыграть агрессивнее. Раза. Хорошо. Но только со стола ты дальше будешь получать и получать. Немота и зелия Дарконьева. Да, показал он, что он видит этот ход. Монету не хотим отдавать. Что мы ценим? Немота, на самом деле, в этом противостоянии не нужна тебе совсем. То есть, это просто заклинание под Велина, грубо. Или под Гоблина-аукциониста. Да, да. Согласен с тобой. Целиком полностью. Ну, а что ты хочешь сарить? Ну, вначале добор какой-то там лутхордеров, околитов и тому подобные карты. Никаких микроошибок от МТГ-гита, никакого мисса урона, там, добора и так далее. Все четко играет. Молочи. Так, что будем делать? Шуб. Есть возможность пару карт добрать прямо сейчас. При этом, да, например, собиратель. Собиратель плюс Талнос, плюс Плетка. Мне не нравится отход. Шесть. Сколько у нас карт в руках? Три, шесть, десять, да? Ну, почему нет? Ну, давай, излакай. Если лучше. Я как-то хочу Вестника сыграть. Вот, наверное, один добор и Вестник вот мне даже нравится больше. Потому что два добора у тебя их могут своровать, а один добор и Вестник хорош. То есть, опередить вот этот ход оппонента с Гоблином, с Разой. Ну, нет, играется все равно. Плеть. Две карты добираем, Сияющая Лем. Ну, максимальный добор. Не выдумывают ничего, ребята. Раза. Раза появится. Определенно. А в ответу Шупа есть ДК всегда. Дальше уже можно подумать над Вестником, потому как существ у Жреца на самом деле не так и много. Тут легкий ход через ДК появляется клирик у нас. И вот клирик с Цохом может наделать делу. Да, Гоблина аукционист. Мисс 2 хила. Что? Гоблина аукционист. Мисс 2 хила в скобочках у нас 30 здоровья. А, что-то не прожало билку при 30 тихо по себе в лицо? Да. Понял, все, вопросов не имею. I must consider it. I got the best deals anywhere. Начиная даже со связующего, надеяться найти как можно раньше. Да, есть в этом логике. Пам-пам-пам. Слово тьмы больше. Не то. Следующее время мы оставляем под Велина. И даже кару отдаем прямо сейчас. Но не отдаем монету? Монету не отдаем. Но я не согласен. Я думаю, что монета все-таки должна уходить. Вот мне этот ход МТК-Ки-то тоже не понравился. Мне не нравится этот ход. Согласен. Божью кару больше ты даже хочешь оставить, чем монету. Если дроваться, как по мне, в ситуации, когда твой оппонент сыграл ДК, нужно уже было на все или даже если ты сейвишь сияющего лева, играть через монету. Вот этот ход мне точно понравился. Клирик. Еще одна способность героя. Добиваем гоблина и... Набираем две карты. Набираем две карты. И не находим разум. Абилка, Сайленс Абилка. Да. Добираем еще... Так, нет, стоп. Ничего не добираем. Все уже в лицо отправляет. Да, в лицо. И вообще решает вновь играть агрессивно, наставляя клирика на игровой доске, играя способность героя в лицо и выставляя весь тень коробка. Но сейчас ему могут пожечь карты. Цох есть в руках? Нет. Вот. Если бы был цох, тогда были проблемки уже серьезные. Но с другой стороны сколько там? 8 карт? Минус 2. Ну, с одной стороны, вот тут всегда вот на чашу весов сжигание карт, сжигание разы, сжигание велена. С другой стороны, ты сжигаешь бесполезный мусор и просто дровуешь противника, которые находят карты быстрее, которые лежали бы где-то на дне. Как это было на чемпионате мира между Сурендером и Оранжем. Да, 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 да. То есть тут вот с одной стороны, конечно, все хорошо, но есть еще несколько других сторон, которые тоже надо учитывать. Monoco well played сердечко. Пишет нам Александр Тварыгна. Not bad. Silence. Ну, silence на весь Никорок это неплохо. Думаешь? И оставляем его. Ну, понимаешь, пока не придет ДК, ты позади. То есть когда у одного игрока ДК раза, понятное дело, что обоим не хватает полной комбы, но жрец, у которого разыгран ДК, может вносить хотя бы там по 4 по урона в среднем заход. А с разой, ну, ты хилишься бесплатно. Здорово. Дальше что? Способность героя в лицо, жрец обжора, способность героя в лицо. Нет, не будем выставлять жреца. Ну, казакус 5. Казакус, да пятерка, добор. Что тут по картам? У нас 8, да? То есть нас устраивает другую карту. Ужасно. Ну, это демоны, это хотя бы что-то. Хотим ли мы забивать себе руку? Вопрос еще. Да, 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 да. Да, вы правы. Там было мисс 4 атаки, когда гоблин ушел в клирика. Если мы оставляем весь Никорока на старе, который сжигает стол, то, безусловно, клирика добивать не стоило гоблина. Ну, вот тут нам-то какие-то уже начинают потихоньку волноваться. Играет на стриме в таком юном возрасте и не находит обор двух карт. Это хорошо. Но, смотри, он в первом, по-моему, выборе забирал именно демонов. То есть вопрос такой, что лучшее ты забираешь это именно демоны. Вот выбор демонов мне тоже не нравится. Это опять забивает тебе руку. А, нет, стоп, стоп, стоп. Воскрешение, да? А, нет, воскрешение, все хорошо. Главное, не двух демонов в руку забирать. Нет, это тебе, пожалуйста. Он в конце уже, да, он сначала забрал демонов, а потом из-за этого не взял добор. Из-за этого не взял добор. Опять-таки, не согласен с этим выбором. Да, на поверхности уже сначала ты думаешь, ну, конечно же, из этих трех бесполезных заклинаний ты забираешь демонов, но потом понимаешь, что если это все-таки добор... Да нет, добор, который ты не можешь забрать из-за того, что забрал демонов, это очень плохо. Волнуется, волнуется, да. Ну, конечно, волнение играет роль. Глупо это отрицать. Так, ну что, Питлорд, старый добрый. Один из худших демонов. Ну, как сказать, смотря как он появляется. Не, я имею в виду один из худших демонов в плане турнирного Хардстоуна. Он вообще никогда не играл ни в каких колодах, кроме очень старых. Не, сам по себе это хороший просто там парень за 4 маны 5-6. Ты не помнишь? Он вообще классическая карта. Ну вот я и говорю, он классический. Он из базового набора, если мне не изменит память, там ребята у нас в чате поправят. Я в вольный просто не играю, я очень слаб по картам, которые уходили. Но по-моему, он в стандарте, по-моему, он есть. Да, по-моему, тоже. Классический, да-да-да. Вот Александр подсказал, что классик. Вестникрок, Ахилл. Раза, стоп-дека для шупа. Раза, Велен что-нибудь? Нет. Ну, нет, ребята. 10 карт в руках. Кто-то пишет, что это один из первых турниров. На самом деле, не первый турнир, я уверен, для этого парня. И накатал он там большое количество, и разваливал не раз уже многих игроков. Но вот, да, на Dreamhack не пробивался далеко. Можно вообще даже погуглить, посмотреть, какое количество игроков знаешь, что можно сделать? Что мне точно интересно? На сайте турнира посмотреть. Вот дай мне минутку, я посмотрю количество поинтов. А, кстати, да, хороший, хороший. Думаю, что делал. Есть ли они у него вообще? Пытаются ли он как-то сражаться за сезонные чемпионаты? Сейчас я тебе скажу сам. Нет. Поинтов нет. Не, ну, определенное количество должно быть в любом случае. Их нет, Миша. Вообще нет. Вообще нет. А может, по-другому чуть пишется ник, то есть просто кид? Удачи тебе в этом поиске тогда, потому что будет миллиард кидов, я уверен, просто один миллиард кидов. Ну, они там начинаются с 4781 и улетают в Никсу. Ну, в любом случае, там где-то за Леги ему должны были копать очки. Я тебе так скажу, проще, если хочется найти инфу и, возможно, что-то там любопытное, надо вот на сайте grandpricks.dreamhack.ru открывать новости и смотреть результаты, смотреть участников, которые принимали участие там в предыдущих DreamHack в Америке, есть ли он в ростере, как далеко он прошел, и так ты намного больше информации соберешь. Это много времени надо потратить на все это. Да, но это уже потом как-то дома можно будет сделать, когда мы вернемся после эфира. А тут у Кенайская жрица и для Шупа все лучше, чем МТГ-кида. Не могу сказать, что все хорошо и идеально, но точно лучше. Оп. Смотри, к чему. Смотри, что стопдека. Он успеет. Отдали кару. Монет у нас по-прежнему есть. Он успеет. А Велина у нас нет. Так, а что, нет? И думаю, что вполне себе успеет, если Шупа... Если разы еще до 1-2 хода будет где-то на дне колоды, Велин нужен, будет Велин, все будет, то следуем за разой на дно отправится и Шуп. А что, одушевился вот там до Грекит. 1, 2, 3, 4, 5, 20, 22, 32 урона. Да, это вот ЭК, если ты находишь Велина. 32 урона считал. Фейс. Фейс is a place. Фейс is a place. Та-та-та-та-та-та-та. Страшненько уже становится Шупу, будем откровенны. Это не велен. Держу в курсе. А значит, мы все равно можем массировать лицо Шупа ногами и дальше у Шупа уже даже с топ-деком разы может не хватить времени. Вот такая интересная ситуация. Жаль, мы не видим, сколько карт осталось. Тут очень интересно посмотреть, сколько уже Шуп. Может найти. Хватит колдовать, Игорь. Ну, 17 есть. Это мало. Этого не хватает. Один ход пока. Но там еще два кристалла свободных. И сыграть бы еще на что-то взяли Безумие. в общем, покоя. Гоблин. Сияющий Элем. Пошли, поехали. Ну, тогда ты отдаешь всю мелочевку из руки. Но надровываешь разу, вероятнее всего. Или хотя бы подровать до тех пор, пока не найдем разу. Ну, а что тебе надо-то так-то, Михаил? Тебе, у тебя комбинация... Вертолет. Шоколадный, я знаю. Миллион долларов. И шоколадный вертолет. Шоколадный вертолет, да. Откуда пошла история про шоколадный вертолет? Это я бредил. Конечно. А кто же еще? Ага, я понял. Из нас всех один лишь ты бредишь, Миша. Понял. Все остальные вполне себе серьезные люди. Да? И еще ты мне опять пишет Моноко. Я обещаю дать хорошее шоу. Спасибо. Друг. Друг. Ждем. Шуп сам начинает подыгрывать от АТК комбинации, поэтому не из того хильца. Но это опять не велен. Поиски. Поиски продолжаются. В общем, найти шупу надо одну единственную. А, нет. Соп, у него тоже велен отсутствует. Там две карты, ему надо найти еще. Но в колоде он есть. Да, разу и велен. В принципе, в сборке есть велен. Ну, просто есть сейчас колоды без велен. Тем временем, друзья, пока у нас тут такое душераздирающее шоу, Хотмяут выигрывает у Фенома с счетом 3-1 и проходит следующий круг. За 40 минут партия заканчивается. И выиграл Хотмяут трижды на чернокнижнике. А Кверти и Монсанто еще не стартовали, хотя их игра... А, нет, они уже стартовали и игра уже длится 40 минут. То есть, отразительное отличие. Хотмяут за 40 минут выигрывает со счетом 3-1 у Фенома и Кверти против Монсанто играют 0-0 за 40 минут. Нет, я думаю, ты не прав, Игорь. Уверен. Нет. Я думаю, что Кверти и Монсанто у них там счет уже где-то 1-1-2-1, просто нам эту игру покажут на стриме, поэтому ее не проставляют в сетке. Нет, ее проставляли, Миша. Как только партия стартует, они начинают проставлять счет каждый ход. Ту партию, которую они не покажут на стриме точно, которую показывают, никогда не проставляют счет. Просто смотри, ситуация в том, что либо Кверти какой-то особенный молодой человек, либо есть еще какие-то причины, либо они согласились там играть на стриме, еще как-то там все это происходит за кулисами. Но Монсанто мы видели уже два раза. Вчера и позавчера. Два раза. И я не верю, что мы посмотрим на игру Монсанто еще раз. Ладно. Забираем себе служителя боли, пытаемся найти разу-разочка. Это Велен. Велен. Это, конечно, хорошо. Гоблин ШВП. Хватит мариновать Гоблина. Я тоже не вижу смысла. Знаешь, как есть карта засаленный моряк, тут уже засаленный Гоблин. Надо играть Гоблина. Надо, надо. И отдавать еще. У тебя и так ОТК будет. Все, ты все нашел. Тебе надо найти одну карту. Одну. У тебя комбинация Велен, Сияющий и Взрыв Разума. Это... Ну почему он не дает Гоблина? Ну объясни мне. Я не понимаю. То есть он хочет ОТКшить через Гоблин, два Сияющих Хелема. Да нет, ну это бред какой-то. Ну понятно, что нет. А тут Кхарук Исцеления. Питлорд, которого мы сыграть не можем. Не можем, потому что нас могут просто убить. У Друзья есть у кого-то аргументация. Ну вот смотри, что это сказать. МТГ-кит, у которого есть монета, на котором не пришли карты. Зачем тебе эта монета, да? И шуб, у которого есть гоблин, который тоже не нужен. Ну какой овердрон? Ты ставишь гоблин, даешь ШВП, ты выкидаешь две карты, чтобы добрать одну. Даже если ты играешь еще один спелл за один, то ты выкидаешь три карты, чтобы добрать две. Это минус одна карта в руке. Как там физически может быть овердро? Нет там никакого овердрора. Фатиг? Да какой фатиг? Ты убиваешь оппонента под 30? Давай читать меняемые комментарии, Михаил. Друзья, ну какой же фатиг? Вы чего? Он ставит Велина, Миша. Он боится умереть в комбинации в 28. Что происходит? Ты можешь мне сказать? Две карты в колоде. Так ты эти две карты продроваешь и на следующий убьешь оппонента под 30. Скажи, почему пошел Велин? Почему? Потому что он играет на фатигу и поэтому будет убивать через гоблина и двух сияющих элементалей. Ну последние карты раза, но... А почему обилку вначале не прожать? Так, подожди. Сияющая лем. Обилка, сияющая лем. Да, да, да. Он убьет и так следующим ходом уже поплыли тут немного. Ну да, у Шупа все спланировано. У Шупа логика есть в его действиях. Вот оно что, кстати, я не увидел этот летал, а Шуп красавчик. Да, Майнд Бласт, обилка, ШВД. Посчитал исцеления, которые были потрачены и прочее. Хорош. Вот это Шуп красавчик, я не увидел этот летал, честно. Очень рекомендую, кто пропустил игру между Джаст Саяном и Сайдоне, игру на Жреце против Друида. И, кстати... Обязательно посмотрите, друзья, вот серьезно, это одна из самых красивых игр уже в последнее время, которую я видел, где Джаст Саян играет просто наперед на несколько ходов. Зная, что сыграет оппонент, таким образом летали его под ноль. И вот, кстати, тому тоже Найман в чате посмеялся, когда вышел Велен. Я смотрю, что никто в чате вот не увидел этот ход и очень четко сыграл Шуп. Ну, просто молочина. Я помню игры, в которые Найман тоже шлепал Велена по кайфу в темп. Не-не-не, хорош, хорош. Хорош. Ну, к Шупу вопросов нет, но МТК Кит молочина. Правда, в 12 лет пробиться в топ-16 Дримхака, пройти Швейцарку, причем это не просто каких-то врандомных пары игр, это Швейцарка. Это 9 раундов с счетом 7-2. И слушаем интервью, и я думаю, что мы пока пойдем на небольшую паузу на 2 минуты. Я из Болдера, здесь в Колорадо. Я Квин, и я живу с ним, так что мы из Болдера, Колорадо. Мы играем Magic the Gathering и мы играем на команде called Team Cardroader. И мы играем и мы играем когда мы не играем Hearthstone. Мы думали что мы играем Hearthstone потому что мы играем много в доме и мы хотим попробовать это турнир. Это было круто. Я учусь, и я учусь, и я много весел, и это просто круто как это все это было сделано. Я бы в первый Hearthstone турнир. Это было бы круто. Я это было бы круто. Это было бы круто. Это было бы круто. И это было бы Это было бы круто. Я не знаю что бы я делал с деньги, но я бы не могу не share. Я бы нехер. Продолжение следует...